Приветствую вас, друзья-коллекционеры, с вами Алексей Чернышов, вы смотрите канал Сын, Отец и Игрушки. Новостей всё больше и больше, а времени всё меньше и меньше. Сегодня предлагаю вашему вниманию целый выпуск новостей от российских производителей. А вот и комментарий, который заслужил право на попадание в выпуск за номером 7. Вообще, каждый комментарий дракона заслуживает появления в этой рубрике, и так как его комменты всегда содержат более чем одно предложение, он всегда отвечает на поставленные мной вопросы в видео, а также задаёт ряд своих. В общем, это практически эталон того, как должен выглядеть комментарий. Ну и давайте уже переходить к новостям. Начну я, пожалуй, с миниатюры от X-Figures, которая просто великолепно подходит отряду от технолога. Банде Уруктак явно требуется пятый воин, и девушка-орк это то, что доктор прописал. И знаете, до поры до времени я считал, что девушка-орк от технолог Трейд идеально вписывается в концепцию отряда. Но когда я увидел фигурку от X-Figures, я понял, что Зурмула идеальный вариант. Мне кажется, она также прекрасно влилась бы и в отряд орков от Альянса Свободных. Когда мне прислали новость про эту фигурку, я сразу сказал, что это шедевр. Итак, Lady.org зовут Зурмула. Высота фигурки 57 миллиметров. 3D-скульптор Антон Брянцев, АК Чифлай. Литьём занимается DBC Cast. Заказчик и реализатор X-Figures. Предзаказ открыт с 5 по 10 марта в группе. Ссылка в описании. Цена по предзаказу 470 рублей за фигурку серого цвета и 500 деревянных за фигурку тёмно-зелёного цвета. Да, я прекрасно понимаю, что 500 тубриков за фигурку около 6 сантиметров, это может кому-то показаться чем-то немыслимым. Но я уже устал объяснять, как образуется цена на авторские фигурки. Так что просто смиритесь с таким ценником. А вот покупать или нет, это уже ваше личное дело. Переходим к следующему производителю. И тут у нас пластик Платон, который в своей группе поделились снимками первых отливок второго набора немецких парашютистов. Вы только посмотрите на эту ошеломительную детализацию. Каждая мелочь у всех солдатиков проработана так, как будто это огромные фигурки. ПП это однозначно эталон игровых миниатюр в масштабе 1 к 32. Старт продаж этого набора назначен на конец марта. Также пластик Платон поделились фотографией оружия, созданного на 3D принтере. И подписали фото оружия для нового проекта. Я узнал, что это за такой новый проект. Набор будет посвящен защитникам Крита 1941 года. В набор будут входить 6 фигурок, представители греческой армии и ополчения. Итого будет 3 военных и 3 гражданских, среди которых будет девушка. И еще немного о пластик Платон. В авторитетном английском журнале Той Солдер Коллектор опубликовали огромную статью, посвященную солдатикам Пластик Платон. На два отряда из этой статьи уже есть обзоры на канале. Если не смотрели, обязательно сделайте это по ссылкам в описании. Классно, что подобные статьи появляются в авторитетных зарубежных журналах. Хобби Бункер открыли предзаказы на ряд своих новых фигурок, но из-за моей болезни новости немного устарели. Поэтому просто предлагаю вашему вниманию новинки от ХБ. Теперь вы можете обзавестись вождем революции, который выполнен в масштабе 1 к 32. Материал на выбор – мягкий пластик или жесткий. Цвет тоже можно выбрать серый или коричневый. Стоимость 550 деревянных. Также ХБ предложили нам фигурку Харальда Сурового, он же Харальд Хардрада. Щит поставляется отдельно. Для сборки потребуется капелька суперклея. Масштаб стандартный для ХБ 1 к 32. Материал по желанию заказчика – мягкий или жесткий пластик. Возможные цвета – коричневый или бежевый. Стоимость 550 рублей. Еще была анонсирована веселая парочка под названием Кроун Варвар и Зетта Воительница. Масштаб, как всегда, 1 к 32. Материал по желанию заказчика – мягкий или жесткий пластик. Цвета – коричневый или бежевый. Стоимость 950 рублей за пару. Варвар получился очень классным. Но вот Зетта, как мне кажется, выглядит слегка недоработанной. Особенно ее лицо. Ну тут, конечно, на любителя. И последняя новинка, которой поделились ребята из ХБ – это набор «Жрец-колдун Бога Сета» и «Рабыни». Масштаб привычный – 1 к 32 или 54 мм. Материал также на выбор – мягкий или жесткий пластик. Цвет – жрец коричневый или фиолетовый. Рабыни – бежевый. Камень – серый. Стоимость – 1850 тубриков. А совсем недавно ХБ поделились парой фотографий. Вот это, где изображен рыцарь в тяжелой броне. А также вот это, где изображено существо, на мой взгляд, похоже на акулу. Ну а ваши предположения жду в комментариях. В общем, ждем новых анонсов от Хобби Бункера. Ну и еще немного новостей от российских производителей. Просто, то есть, продолжают гнуть свою линию в плане создания богатыря-мутанта. И если на стадии разработки я был из тех, кто вроде как за этот проект, после некоторых доработок я окончательно сформировал свое мнение. И я против подобного богатыря. Ведь, как говорил Задорнов, и мне близка эта тема, богатыри не были качками, а это реально качок. А то, что ребята из Просто Тойс не прислушиваются к потенциальным покупателям, это печально. Более того, в планах выпуск крайне скромного тиража 100 штук со стоимостью от 8 до 10 кусков российских рублей за штуку. Что примерно равно цене отличной фигурки или статуэтки от известных забугорных производителей. Но даже при всей моей любви к славянскому фольклору и мифологии я бы лучше купил иностранную фигурку, чем подобного мутанта. Но на этом ПТ не остановились. И вслед за этим мутантом предлагают новые фигурки дракончиков-глазастиков. Блин, куда делись те Просто Тойс, которые создавали шедевр за шедевром? Это риторический вопрос. Не нужно отвечать на него в комментариях, ведь я прекрасно понимаю, почему они это делают. Подобные фигурки, я про дракончиков сейчас, подобный вариант миниатюр сейчас очень популярен и, скорее всего, прибылен. И знаете, я все понимаю, все хотят кушать, но, блин, когда вы создавали вещи, которыми восхищались даже дизайнеры Сайдшоу, ну, если кто не знает, то Сайдшоу это фирма, производящая офигительнейшие статуэтки, фигурки. Так вот, на одном из комик-конов они восхищались тем, как сделана Фурия. И, блин, это дорогого стоит. А теперь вы предлагаете вот это? Печально. Да, чуть не забыл, серия называется Драконы, под серией просто питомец. Высота дракошек 5-6 сантиметров. Выпуск запланирован на второй квартал этого года. Прогнозируемая стоимость 250-300 рублей. Еще просто той сананонсировали фигурки по мультфильму Маша и Медведь. И тут опять что-то не то. Физиономия Машки, что-то с ней явно не так. Если согласны, пишите в комментариях, что именно не так. Я очень люблю этот мульт и персонажи из него, но Манька тут явно не похожа сама на себя. Это, безусловно, лучшее воплощение Машки в виде подвижной фигурки. Да-да, она будет иметь ряд точек артикуляции. Это, насколько я понимаю, не конечный вариант. Будем надеяться, что Машку ПТ доведут до ума. Однако не все так печально у Просто Тойс, ведь они анонсировали новую линейку фигурок, которая будет создана на основе советского мультфильма «Приключения Капитана Врунгеля». Выпуск этой серии планируется в первом квартале 2020 года. В серии запланированы 6 персонажей. Более подробной информации, что да как, пока нет. Так что ждем мастер-модели и другие материалы. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, следующий выпуск не за горами. Благодарю вас за внимание и буду признателен вам за репосты, лайки и подписки. Да и про комментарии не забывайте. У вас есть реальная возможность попасть в следующий выпуск. Еще раз благодарю за внимание и поддержку. Всего вам доброго, друзья-коллекционеры. И помните, канал Сына Отеца Игрушки. Создаем коллекцию вместе. Пока-пока-пока.